Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Пыть Валькирии, сезон 2 серия 10, Подземелья и Великаны. Тишину леса разорвало глушающий треск, а затем не менее громкий голос. Тор, убийца, выходи на Холмганг. Антвари недовольно прищурился и покосился на Лиот. Лиот нахмурилась, наклонив голову. Где-то я уже слышала это. Это точно, уже сколько раз всех там вызывали на Холмганг. Подлесок задрожал по тяжелыми шагами, и из леса вышла пятерка ютунов. Их явный предводитель в узорном шлеме с огромным топором наперевес возвышался над остальными головы на две. Самому же низкому из ютунов Лиот едва доставала макушкой до подбородка. Ого, верзилы. Даже Снер не был таким огромным. Хорошо, хоть его спутники не такие массивные. Под сапогами ютунов кусты сминались, как трава. Земля дрожала от их шагов, листья на деревьях отчаянно трепетали. Хотя, все познается в сравнении. Да уж, у него еще и цвет кожи такой. Как аватар. Предводитель ютунов остановился, оперся о свой топор. Его спутники замерли за ним, и их внезапная неподвижность напомнила девушке, навившей над горным поселением ледник. Одно неловкое движение и... Ох... Лиот, ты можешь с ними договориться? Уговорить Хрим Турса отказаться от кровной мести? С этим бы даже Локи не справился. Хотя, если у меня выйдет, это точно будет что-то, что ему никогда не удавалось. Это... не самая плохая мотивация что-либо делать. Тебе ли не знать, мастер копий? Я не... Лиот повернулась к девушке. Я попробую, Лив. Но надеяться на успех не стоит. Лиот повела плечами, выпуская из-под капюшона свою огненную гриву. Доспехи облачили ее мощную фигуру. Родичи! Да не выщербятся ваши клинки! Чем мы обязаны? Не встревай, сестренка. Не становись между нами и этим убийцей. У него не хватает чести даже принять последствия своих поступков. Что, Нигинг? Думал, волосы выкрасишь, и тебя никто не узнает? Только вот запах крови и грозы не смоешь. Червь в ране бешеной собаки. Принимай Хольмганг, бельмо на глазу Одина. Или я убью тебя так же, как ты убил Трима и всю его семью. Да, разговором тут явно дело не закончится. А в смысле волосы выкрасил? Над поляной нависла удушающая тишина. Сагр нахмурился, переводя взгляд с ютунов на сжавшего кулаки Тора. Уль замер с вытянутой рукой на полпути к отложенному в сторону луку. Ванадис присела, с интересом наблюдая за происходящим. Вот как Ванадис поменялась, она бы раньше тихонько где-то спряталась там за камешком, а сейчас она просто наблюдает с интересом. Андварис ложил руки на груди и недовольно сверкал глазами из-под шляпы. Тор медленно выдохнул и рожал кулаки. Я не тот Тор, которого ты ищешь. Тор бросил взгляд на девушку. Что-то мелькнуло в его серо-стальных глазах. Как бы я хотел, чтобы его действия не падали на мою голову. Я знаю только одного Тора. Не пытайся выкрутиться. Не пытайся сбежать. Я смотрю, ты даже молот выкинул, чтобы тебя не узнали. А кстати, хорошая идея. Если там есть еще один Тор, ну правильно, он есть, можно будет нашему Тору забрать у него молот. Ты дважды назвал меня трусом. Обвинил в бесчестии. Назвал не Дингом. А я даже не знаю твоего имени. Зави меня Бельгельмир, убийца. И то, знать мое имя, много честя для тебя. Тор покачал головой. На моих руках много крови. Бельгельмир, ты тут прав. Но крови Трима, которого ты знал, и его семьи на мне нет. Йотунка за спиной... Что за имя такое? Бельгельмиро вскинулась, хватая за меч на поясе, но великан остановил ее взмахом руки. Я принимаю Холемганг. Пусть нас рассудит Тюр. Похоже, Тору на роду написано, на Холемгангах сходиться. Но... Тор бросил в сторону Антвари предупреждающий взгляд. Потом повернулся к Бельгельмиру. На чем биться будем? Бельгельмир. Но можно не так часто это имя писать, ну... Бельгельмир. Йотун задумался, задержал взгляд на палец и на поясе Тора, потом качнул головой в шлеме. Я не вижу у тебя оружия. Сойдемся на кулаках. Великан передал стоящему позади него родичу свой топор и расстегнул плащ. Ткань и мех сползлись его широких плечей, оседая на траву. Я не ищу твоей смерти. Зато я ищу твоей. Бьемся, пока ты не отправишься в замерзшие чертоги Хель. Йотун плюнул на землю. Как бы тебе там ни оказаться, Бельгельмир. Ну, свою шею подставляешь. Тор повел плечами, разминаясь, потом повернулся к остальным. Андва... Гер Андвари... Это необходимо сделать. Я согласна. Иначе мы дальше не пройдем. Но я пыталась их отговорить. Да, мы видели. Они и слова тебе сказать не дали. Не проиграй. Тор... Надери ему зад. Тор усмехнулся в ответ. Слышать такое от тебя? Я постараюсь, Валькирия. Тор снял с пояса палец и притянул ее Улю. Не потеряй. Что ты? Это же не молот. Глаза Тора потемнели. Уль усмехнулся. Угу. Не благодари. Тебе нужна эта злость. Понахватался у Локи. Тор хлопнул Уля по плечу. Возможно, чуть сильнее, чем стоило. И повернулся к Бельгельмир. К Бельгельмиру. Я готов, Бельгельмир. Хе-хе-хе-хе. Да какое-то сегодня издевательство для меня. А пусть он будет просто Бер. Я думаю, вы не против. Тогда сделайте круг. Лиф решила не рисковать понапрасну. Интересно, насколько далеко отсюда надо быть, чтобы точно не прилетело по ошибке. Они отошли на окраину поляны. Ютуны последовали их примеру, отойдя к противоположному концу. Тор и Бер встали друг напротив друга в центре. Первый удар за мной. Зато последний будет моим. Бей. Его голос раскатом грома пронесся над поляной. Ого! Он силен! Перед ее глазами заплясали искорки, сплетаясь в еле видные взгляды светящейся нити. Они тянулись отовсюду и пронизывали все вокруг, включая Бера и Тора. Вокруг Бера они сплетались снежно-белый и неистыком. Вокруг Тора клубилась пронизанная молниями сизая туча. Это... сила? Но... почему я вижу ее сейчас? Ванади столкнула Сагра в бок и кивнула в сторону девушки. Сагр нахмурился. Я знаю этот взгляд, Лив. Ты видишь что-то новое? Откуда? Да... светящиеся нити и... То, как они сплетаются. Он усмехнулся. Я бы дорого дал за то, чтобы снова испытать взор глазами новичка. Что это значит? Ты можешь видеть силу. Как Ванадис, как Один и Локи. Как когда-то мог и я. Я... Тор не торопится бить. Что-то не так. Лив оторвала взгляд от переливающейся всеми цветами пламени Лиот и снова посмотрела на Тора и Бера. Вдали за ними, над лесом колебалось еще одно грозовое облако. Мне кажется... Или в лесу. Чего ты ждешь? Бей! Что-то прогудело со стороны второй грозовой тучи. Полыхнуло электрически белое зарево. Закрой глаза! Она зажмурилась. Даже без предупреждения Сагра было понятно, что смотреть на источник того света опасно. Лив услышала три вещи, пытаясь проморгаться после вспышки. Сначала влажный хруст. Потом звук падения тяжелого, огромного тела. Затем дикий, внутряной крик ютунов. Отец! Обманщик! Убийца! Смерть! Лив открыла глаза. Бер лежал лицом вниз у ног Тора. Из его затылка к небу тянулась длинная, обмотанная кожей рукоять. Тор пораженно смотрел на распростевшегося великана, а к нему уже бежали, выхватывая оружие, четверо разъяренных ютунов. Он так странно одет вообще. Рыжий Тор. Это что-то, конечно. Не зевай. В одного из великанов сбоку влетела широкоплеча фигура с развивающимися рыжими волосами и с такой же рыжей бородой. Несмотря на разницу в росте, незнакомец был примерно одного роста с Тором, ютуна прокатила по траве. Еще один великан переключился на незнакомца, в то время как последние двое продолжили бежать к Тору. Почему он стоит? Поможем Тору. Броня обняла ее тело, а пальцы нашарили и выхватили меч. Что-то снова поднялось в ней, захватывая и унося с собой. Я действительно бегу с мечом на великанов? Впрочем, времени на размышления у нее осталось немного. Меч Ютунки, который несколькими минутами ранее осадил Бер, уже вспарывал воздух, несясь в голове Тора. Звон, отдавшийся болю в плечах и локтях удар, не имеющий запястья и уходящий в землю, отраженный удар великанше. Это... я? Она успела заметить борозды, оставленные в земле ее ногами, сила удара отбросила ее в сторону, вбивая ее в землю по щиколотке. Ого! Молодец! Устояла! Великанша с мечом на готове пронеслась мимо девушки и, не останавливаясь, носила нашалевшую Ютунку. Двуручник порхал бабочкой, выискивая провалы в защите более высокой Ютунки. Тор, ты что творишь? Он вскинул лук, пуская стрелу во второго великана. Ванадис и Сагр стояли за улем, напевая что-то в унисон. Напевая? Великан, замахнувшийся топором Бера на лед, споткнулся на середине шага, теряя равновесие. Трава вокруг его ног змеилась вверх, утолщилась, оплетая его ступни и икры. Великан дернулся, вырываясь, и снова взмахнул топором метяв Тора. Тор остановил удар, вцепившись в древко оружия. Лив, спасибо. Вокруг его рук и плеч заплясали молнии, Тор напрягся, развернулся, приседая, и вырвал топор из рук Ютуна. Нет! Топор Бера, комически огромный даже в руках Тора, оборвал нить жизни великана. Лив отвела взгляд, огляделась, высматривая Лиот. Сдавайся! Ее противница, раненная в бедро и предплечье, держалась из последних сил. Незнакомец стоял поодаль на двумя неподвижными телами, наблюдая за Лиот. Сдавайся, сестренка! Ютунка сверкнула на Лиот, полным ненависти взглядом. Никогда! Прислужница убийцы! Сдавайся, девочка, сдавайся! Иначе закончишь, как твой отец и братья. Ютунка перевела взгляд на незнакомца. Тор! А кто ж еще? Что? Рыжий Тор подошел к телу Бера и с отвратительным хрустом выдернул из раны оружие. В его руках оказался молот из длинной рукояти, который он тут же коромыслом перекинул через плечи, небрежно свесив с концов древка кисти рук. Ого! Офигеть, какой большой! А ведь прав оказался хитрец. Тут вы все и были. Я сегодня добрый. Возвращайся к своим. Скажи, Тор за вами следит. Ты... Я тебе... Да-да, не простишь моих преступлений. Давай, беги. Он крутанул молот в руках. Считаю до трех. Раз. Ютунка побледнела, бросила еще один взгляд на тела своих спутников и прихрамовая побежала в сторону гор. Ее тяжелые, неровные шаги вскоре стихли вдалеке. У меня такое ощущение, что этот рыжий Тор это какая-то смесь нашего Тора и Локи. Ты... Тор? А ты не видишь, что как будто в зеркало смотришься? Именно так. А ты? Еще один капитан очевидность, который... А ты кто? Я не понял. Ты мой близнец, но а ты кто? Ты тоже Тор? Он недобро прищурился. Я чую в тебе что-то родное. Да что ты? Вы тоже это видите? Сагар сметенно кивнул. Да они же похожи, как две капли воды. Только этот рыжий... Это... Местный Тор? Судя по всему, я его старательно избегал. Тут... Ходят слухи о нем. Вряд ли хорошее. Судя по тому, что мы тут видели, еще и исключительно правдивые. Тебя как звать? Так, все, я беру свои слова назад. Локи более посообразительнее был бы. Как тебя звать? Тор. Угадай с трех раз, как меня зовут. Тор, Тор или Тор. Серьезно? Рыжий Тор согнулся по полам от смеха, опираясь на молот. Да у твоей матушки совсем воображения не было, да? Ой, так же, как и у твоей. Ну, ничего, ничего. Значит, слушай сюда, парень. Силы мои в тебе знатно, тут в воду не гляди. Мой ты. Но я... Молчи и слушай. Вот тебе молот. Его снилдар звать. Что происходит? Он протянул Тору свое оружие. Тут неуменно посмотрел сначала на древко, потом на рыжего Тора. Рыжий Тор недовольно цыкнул и толкнул Тора древком молота в грудь, заставляя взять в руки. Бери, пока дают. Это... О чем я? А... Принесешь его в Асгард за год, признаю тебя как сына, рядом с собой посажу. Все уже переходит за черту бреда. Я... Не... Да не отказывайся ты. Чего ты в самом деле? Ты в чертогах Асгарда сидеть не хочешь? А не захочешь, то не страшно. Не принесешь, так я сам его призову. Но ты же... Что? Оставлю Асгард без защиты? Нашел о чем заботиться. Думаешь, как с Тримом разобрались? У нас хоть года спокойного не будет? А с твоей силой, Так что ты это? Приходи. Если что. Рыжий Тор хлопнул ошалевшего Тора по плечу, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Это вообще капец неожиданно. Из окрон деревьев вынырнула запряженная козлами повозка, которая споро подлетела к рыжему Тору. Козел. 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 Тор ухватился за край колесницы и одним прыжком оказался внутри. Он накинул на прощание взглядом остальных, подмигнул в анадис и стегнул козлов поводьями, отправляя их в полет. Эй, девок своих приводи. Он просто добил. Добил до последнего. Его раскатистый смех унесло ветром. Уль проводил повозку взглядом. Охренеть. Да, Уль. Тут по-другому не скажешь. Не то слово. Ага. Ну что ж, нам повезло. Повезло? Лиф отвела взгляд от тел ютунов и села, почти свалилась на землю. Тошнота подкатила горло и девушка сердито замотала головой. Ты это называешь везением? Разумеется. На их месте могли быть мы. Лиот поджала губы и отвернулась. Надо их похоронить. Я бы предпочел просто сменить место стоянки. Она права. Лиот победно зыркнула на андваре и тот не стал настаивать. Они углубились в лес, оставляя за спиной догорающий похоронный костер. Лиф безжизненно следовала за остальными, не обращая внимания на встревоженные взгляды своих спутников. Девушка начала понемногу оживать, когда они вновь разбили привал и развели костер. Не хочу думать о случившемся. Лиф села возле костра, наслаждаясь его теплом. Локи бы сейчас, наверное, предложил мне выпить или рассказал какую-то дурацкую шутку. Да уж. Я думаю, они бы нашли общий язык в любом случае, этот рыжий Тор и Локи. Тор сидел слегка на отшибе, подперев лоб с плетенными пальцами. Его предплечья прятали лицо, закрывая выражение на нем от остальных. Подаренный молот лежал на земле перед ним. Он... колеблется? Тор резко вдохнул, потер лицо руками, потом он поднял голову, их взгляды столкнулись. Лиф увидела на его лице бесконечную усталость. Лиф... на два слова. Кажется, он впервые обращается ко мне напрямую. Конечно. Девушка подошла к Тору и опустилась на землю напротив него. Молот лежал между ними, все еще запятнанный уже бурыми потеками. Тор снова вздохнул. Я не хотел того, что произошло. Я хочу, чтобы ты это знала. И этот молот... Я не знаю, стоит ли мне его взять или... Скажи ты мне, что ты думаешь об этом молоте. Стоит ли мне его брать? Ого! Чего это он вдруг? Я думаю... Ну, я думаю, что он уже решил, да. Что ты уже решил? Тор поднял глаза к небу. Ты права. И я, кстати, его не виню. Он... ну... Без вариантов. Действительно, они бы там просто всех поубивали. Что бы ты ни сказала, я возьму его. Хотя бы для того, чтобы его хозяин... Он замолчал. Я не хочу быть как он. Хотя бы год с этим оружием я смогу. А как же твой договор с Андвари? Он в силе. Этот молот мне так или иначе придется вернуть. И Андвари сможет посмотреть, что именно мне подходит. Все-таки даже к Мьёльниру мне пришлось привыкать. А Андвари... Андвари обещал, что сделает мне все по руке. Что-то он разоткровенничался. Их прервал голос Андвари. Тор, Лиев, ваше присутствие было бы очень полезным. Мы идем. Минуты позже все они сидели вокруг костра. Андвари встал во весь свой рост, поправил шляпу, вздохнул. Меня кое-что беспокоит. Андвари сцепил руки перед собой, поля его шляпы качнулись. То Тор обмолвился кое о чем. Что найти Ютунов ему помог некий хитрец. И вот вопрос. Это был знакомый нам всем Локи или другой? Думаю, это был не наш Локи. Зачем ему помогать местному Тору искать Ютунов? Это хороший вопрос. Вопрос еще лучше. Зачем ему не делать этого? Думаю, выбор между его шкурой и нашими вполне очевиден. Лиев не согласно поджала губы. Очевиден, но... Думаю, это все же не он. Нельзя опускать и вариант. Со случайным стечением обстоятельств, разумеется. После этого замечания разговор затих сам собой. Лиев проснулась с чувством помятости, въевшимся под кожу. Чувствую себя скомканным, исчерканным листком бумаги. Вокруг догоревшего костра спали Лиот, Сагр и Ванадис. Антварь лежал слегка в стороне, накрыв лицо шляпой. Уль сидел на пригорке, в отдалении и явно дежурил. Тора, видно, не было. Как же хочется смыть себя вчерашний день. Да и последний раз я купалась, когда свалилась в ту речку рядом с торпом. Интересно, я смогу использовать свои суперсилы, чтобы найти где помыться? Все-таки брать все, что предлагают, хорошая идея. Может, мне удастся справиться со всем, раз уж я стала сильнее. Лив потянулась и огляделась. Ну что ж, приступим. А что я, собственно, ищу? Вчера... Девушка поежилась от воспоминаний о той жестокой битве. Вчера я просто увидела, а сейчас... Лив задумчиво прищурилась. Тоненькие нити затрепетали в воздухе, похожи на невесомые паутинки. Кажется... Кажется, я что-то вижу. Лив перевела взгляд на своих спутников. Вокруг них нити утолщались, сплетались в небольшие клубки. Хм... Сагр почти не светится. Ван Двари тоже сил немного похоже. А это из-за того, что он сверг? А Лиот и Ванадис такие яркие, но все равно тусклее, чем тот Ютун и Тор вчера. Это из-за того, что они спят или из-за того, что они слабее? Уль заметил, что Лив встала и призывно помахал ей рукой. Девушка махнула ему в ответ и подошла ближе к лучнику. Уль, а где Тор? Пошел развлекаться со своей новой игрушкой. В такую рань? Уль пожал плечами. Думается мне, что он просто искал повод не оставаться рядом с остальными. После вчерашнего... Мда... Лив неопределенно качнула головой. Ты не знаешь, есть ли тут ручей неподалеку? Есть, вон в ту сторону, вниз по пригорку. Отлично. Значит, я смогу помыться. Лучник слегка нахмурился. Уж не думаешь ли ты отправиться туда сама? Думаю, конечно. Я быстро. Остальные даже проснуться не успеют. Будь осторожна, Валькирия. Обещаю. Лив направилась в указанную ульем сторону. Обеспокоенный взгляд лучника провожал ее, пока она не скрылась за деревьями. После недолгих блужданий среди деревьев и кустов Лив спустилась к ручью. Тоненькая струйка воды, журча, вырывалась из-под земли и истекала по склону, почти полностью теряясь в траве. Такой маленький. Глубины тут пара сантиметров. Окунуться не выйдет. Наверняка ледяной. Лив приблизилась к воде и окунула пальцы в воду. Холод пробрал до костей, заставляя девушку поморщиться. Да уж. Ну что ж. Это лучше, чем ничего. Если я быстро обмоюсь, то, может, даже не простужусь. Лив разделась, стараясь не сильно оттягивать купание. Главное не пищать. Да, конечно. Не давая себе передумать, девушка зачерпнула воды из ручья и вылила ее на себя. Ух. Будто жидкий лед. Спустя несколько минут ее пальцы закоченели и прохладный утренний воздух уже казался весьма теплым. Постукивая зубами, Лив оделась и попрыгала на месте, пытаясь огреться и унять дрожь. Зато я теперь не такая грязная. Они все там грязнули, спят. А если заболею? Сагр укоризненно всучит мне какую-то склянку и болезнь отступит. Бодрым шагом она вернулась к стоянке. В лагере все уже проснулись. Уль встретил ее обеспокоенным взглядом, убедился, что она в порядке и тепло улыбнулся. Лив кивнула лучнику в ответ. В смысле, выберите прическу. Мы кивнули в ответ и в итоге. Ну ладно. Листья, цветы и ветви. Я вообще не понимаю, что происходит. Мы помылись и как-то преобразились? Или как? Или что? Но эти цветы вообще как-то очень искусственно выглядят. Не знаю я даже. Ну, возьму пока зеленый. Я просто не вижу сути вообще. Для чего это листья? Стоит переодеться. Кажется, я видела что-то подходящее в сумке. Как я не люблю, когда начинают сразу с прически. Лив задумчиво поворошила наряды. Корни и стебли. А мне нравится. Так, лесная дива. Ну вот согласитесь, как можно было выбрать прическу? Ну я этот наряд не очень хочу. А волосы уже есть. Зря купила получается. Просторы полей. Ну я возьму эти корни и стебли, а потом поменяю какую-то прическу. Горы на горизонте становились все ближе. Снова похолодало. К закату дня, когда горы уже заполнили собой половину неба, Ванадис объявила стоянку. Остановимся тут. Мы дойдем ко входу завтра к полудню. Если выйдем на рассвете, как обычно. Ты говорила, там система пещер? Так и есть. Одна из них ведет сквозь гору, прямо к перевалу. Оттуда к дому из Сангрима ведет прямая тропа. Звучит очень просто. Даже слишком. Ванадис пожала плечами. Те пещеры настоящий лабиринт. Если не знать, куда идти. Знакомая штука. Многие народы так прятали свои священные места. И не только. Ванадис, ты же хорошо помнишь путь, правда? Ванадис охмыльнулась. Быстро, хитро, как куница. Более того, я оставила там свои метки. Она повысила голос. Слушайте все. Если заплутаете в пещере, ищите на стенах руну змеи. Ее голова будет направлена к выходу, а хвост к дому из Сангрима. Полезная информация. Спасибо. Ванадис пожала плечами. Не за что. Они вышли, как и собирались на рассвете. Ли, взяваясь, потыкаясь, пыталась вспомнить свой последний, липкий и долгий сон. Ускользает, как угорь в воде. И ощущение, что снилось что-то важное. Так подумать, за все то время, что я здесь, все мои сны были. Во всех моих снах участвовал кто-то еще. Неужели я начинаю возвращаться в норму? Хотя, какая тут же норма? Многие девушки сами несли ее за остальными. Земля становилась все более каменистой, растения все мельче и жуще. Лив и раньше замечала, что горы не оставляют места для неприспособленности, но тут это было подчеркнуто особенно сильно. Ванадис, далеко еще? Вовремя спрашиваешь. Видишь, вон то пятно. Она указала вперед. Лив смотрелась в склон и увидела темный зев пещеры. Ого, она огромна! И очень красиво внутри. Там есть стены с прозрачного хрусталя, и местам идти придется сквозь расколотые друзы метистов. Андвари, тебе понравится? Тебе бы любопытно их сюда водить. Ванадис усмехнулась и ускорилась, обгоняя их. Давайте быстрее. Вход в пещеру, хоть и поражал своими размерами, встретил их затхлостью, пылью и странным отцветом в глубине. Это не то, что я помню. Ты заплутала? Нет. Это единственная пещера в этом пике. Я не могла. Не нравится мне это. Что-то стукнуло деревом о камень в темноте. Послышали шаркающие шаги. Уль напрягся, всматриваясь в темноту. Тур перехватил под огнем молот. Назовись. Из темноты вышел опирающийся на посох старец, лицо которого по самую бороду скрывали темно-серые ремешки висячей маски вуали. Ну понятно, я уже догадалась, что это и сангрим. Я тебя ждал. Спасибо, что не подводишь. Ну, примерно я тоже ожидала, что на этом и закончится. Что мы либо вот прям у входа закончится серия. Ну, так даже интереснее, что мы встретили этого и сангрима. Но что могу сказать, друзья. Хоть сценаристка Александра и не считает, что путь Валькирии это комедия, я очень много улыбаюсь и смеюсь, проходя эту историю. Для меня это в доминирующем смысле именно комедия. Для меня это только плюс, потому что дарит мне эта история очень много позитива. Да, даже несмотря на эту какую-то грубую стычку, но эти Ютуны сами виноваты. Они даже не хотели послушать Тора, что он сказал, это не я, алло, это не я. И я вовсе не виню нашего Тора, что ему пришлось убить этого Бера. Иначе эти ребятушки, синенькие аватары, просто поубивали бы всех остальных. Как говорится, либо ты, либо тебя. Ну, они сами виноваты. Мы никого не трогали. А этот рыжий Тор, конечно, такой очень дерзкий, наглый. Хм, мне наш Тор всегда казался таким уверенным в себе мужчиной. Но, увидя этого рыжего, мне кажется, что даже наш Тор глубоко задумался о своих поступках. И это огромный плюс. Он не увидел себя со стороны, а он увидел такую возможность, когда в тебе может преобладать больше темноты. И это очень хорошо. Ты не хочешь быть таким, и ты будешь следить впредь за собой. Но, в любом случае, это уже осталось позади. И теперь у Тора появился новый молот, временный. Пока Андвари не сделает ему новый Мьёльнир. И, наконец-то, мы встретились с Исангримом. Мне очень интересно, кто же он такой. У меня только одна мысль, что это наш этот мальчик из первой серии. Он тоже как-то попал вместе с Лив в этот мир. И либо постарел, либо это маска какая-то старца. В общем, ну, в следующей серии мы уже с вами узнаем. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok